Игроделы, привет! И в сегодняшнем видео мы с вами будем делать хедшот, ну и плюс ко всему починим физику, которая у нас была очень плохой в прошлых видео, да? Поэтому смотрите, что у нас будет, как это будет работать. Смотрите, допустим, я сейчас стреляю ему куда-нибудь не в голову, допустим. Несколько раз выстрелил, все, он упал. Теперь же, если я ему выстрелю в голову, то смотрим, что будет. Все, буквально один выстрел и все, персонажа у нас больше нет в живых. Также напомню, что у меня есть закрытый телеграм-чат, в котором есть как свободное общение по играм, так есть разделы по Unreal Engine и программированию, также разделы по 3D и разделы с просто огромнейшим паком бесплатных ассетов. И эта группа постоянно обновляется. Чтобы получить ссылку приглашения в этот чат с доступом навсегда, то можете отправить любой донат, и я вам пришлю ссылку приглашения в ответ. Если же вы хотите получать от меня еще дополнительно 2 эксклюзивных видеоурока, которых не будет на YouTube, то в таком случае вы можете оформить на Boosty подписку, и вы ежемесячно будете получать 2 эксклюзивных видеоурока. И также вам откроется доступ к предыдущим видео, которые были еще до вашей подписки. Все ссылки внизу в описании. Ну а мы с вами теперь приступаем к видео. Итак, в первую очередь, что нам необходимо сделать? Вот вспомните, да, с прошлого видео, что у нас остается, когда мы убиваем нашего врага. То есть, смотрите. Остается, как вы видите, пустота. Поэтому давайте эту проблему решим. Но у нас есть другая, кстати говоря, проблема. Давайте я вам тоже сейчас покажу. Смотрите, давайте переходим, где у нас здесь наш враг. Characters, Heroes, сюда. Заходим сюда, BPN-ами. Так, и здесь получается, когда здоровье нашего врага 0, либо меньше 0, то в таком случае он дестроится. Но давайте мы здесь делаем следующим образом. Здесь получается, давайте, Set Collision Enabled, получается, Mesh делаем, да. И получается здесь Collision Enabled мы с вами включаем. Тыкаем это сюда. И дальше, получается, здесь прописываем Simulate Physics. Давайте тоже у мышки сделаем таким образом. И ставим это сюда. Теперь смотрите, я компилирую, перехожу, начиная по нему палить. И мы видим, какая жижа у нас получается кошмарная. Поэтому давайте это пофиксим. Вообще, в идеале, конечно, для каждого своего объекта нужен свой физический ассет. То есть, сделать Constrains, вот эти вот формы коллизий. То есть, можете посмотреть, как работает с Physics Asset. На YouTube есть уроки, в том числе, по-моему, я записывал. Но это очень долго и муторно. Поэтому давайте пойдем с вами вообще простым путем. Перейдем с вами в BPN. Здесь нажимаем сюда. И здесь прописываем такую вещь, как Physics. И здесь нам нужно найти такую вот штуку. Вот она получается. Physics Asset Override. То есть, нам нужно этот ассет физический перезаписать, переопределить. Поэтому давайте нажимаем сюда. И здесь прописываем с вами Money Queen Physics Asset. То есть, если вы идете в точь-в-точь, как делаю я, то, скорее всего, у вас этот вот манекен, он у вас есть. Потому что, опять же, когда мы здесь нашего врага добавляли, то вот этот вот физический ассет манекена, да, он здесь тоже был. Если же у вас нету этого, то в таком случае сделайте следующим образом. Нажмите здесь Add. Add Feature or Content Pack. Здесь выбираете, допустим, Third Person. Добавляете его к проекту. И здесь прописываете SK Money Queen, Unreal Engine 5. Что-то такое там будет. Physics Asset. То есть, условно говоря, нацепите сюда физический ассет персонажа из пятой версии Unreal. Вот. То есть, таким образом сделайте. Теперь давайте скомпилируем. Сохраним. Перейдем. Посмотрим, как теперь у нас физика будет работать. То, что у него оружие в руках, я думаю, что ничего страшного в этом нет. Не будем заморачиваться, чтобы оружие там отлетало. Еще что-то можно это сделать. Но я думаю, что не буду перегружать. Вот. Поэтому. Теперь давайте с вами делать непосредственно Headshot. Итак. В принципе, давайте с вами перейдем. Где у нас здесь FPS Weapon Bundle. Именно на пульку. Именно заходим в пульку. И мы здесь будем делать логику получения нанесения, точнее, урона в голову. Как это делается? Смотрите. Вот. Помните, да? Это вот мы делали в прошлых видео. Да. То, что здесь. Урон различный. Там поверхности и прочее, прочее. Здесь делаем так. Нажимаем здесь. В виде секвенса. Здесь прописываем такую вещь, как Point Damage. Apply Point Damage. Да. Вот он. Здесь, где у нас Damaged Actor. Вот у нас, видите, здесь есть Other. Идет такая вот макаронина. Сейчас, кстати говоря, в конце видео причешем это все дело. И кидаем это в Damage Actor. И здесь я хочу, чтобы при уроне в голову, ну, можно, конечно, поставить 100. Но давайте поставим 400 просто, чтобы наверняка, что называется, да? Дальше. Переходим здесь, где у нас Hit. И здесь вытягиваем, прописываем Break. Hit. Result. Раскрываем это дело. И здесь есть такая вещь, как Hit. Bone Name. Давайте я здесь вытягиваю, прописываю Equal. И здесь прописываю, получается, Hit. Почему Hit? Смотрите. Если мы вернемся сейчас в BP Enemy. Откроем этот физический ассет Override. Открываем его. Заходим сюда. То есть мы видим, что... Где у нас здесь? Вот Hit. Вот у нас эта вот капсулка, которая имеет коллизию. Соответственно, когда мы будем попадать по этой капсулке, ну, либо же просто по Skeletal Mesh, вообще, в принципе, не важно, то в таком случае у нас будет фиксироваться, что у нас урон идет в голову. Поэтому мы делаем соответствующую проверку. Так, переходим в BP Bullet. Head. Дальше. Б левая кнопка мыши. Это вот сюда. И вот это вот дело давайте Control оттащим. Поставим куда-нибудь вот сюда. Это теперь вот сюда. Итак, теперь смотрите. Hit from Direction. Кстати говоря, надо вот это вот сделать, где Trace Start. Мы здесь Hit from Direction делаем. И еще нам нужен Hit Info. То есть Hit Info это берем, получается, вот сюда вот. Где у нас Hit. Вообще, в идеале, конечно же, вот эти все ноды, давайте, вот Hit Info, как-нибудь сделать более-менее читабельными. Но давайте хотя бы так пока что предварительно сделаем. Давайте это вот сюда оттянем. Это получается вот сюда. Все. То есть давайте сейчас компилируем, посмотрим, что у нас нет никаких ошибок. Отлично. Единственное, что давайте вот вместо того, чтобы все тут каждую вот эту вот макаронину двигать, там цеплять, чтобы как бы вот делать более-менее красиво. Просто, опять же, хронометраж у нас не вечный. Давайте сделаем по-простому. Оттащим вот этот Event Hit. Выделим здесь просто все, чтобы оно нам потом не мешалось. Выделяем все. Дальше. Правой кнопкой мыши и Collapse Node. Делаем таким образом. И вот это теперь тащим вот сюда. Теперь давайте вот это, кстати говоря, переименуем. Hit Information. Таким образом. Компилируем еще раз. Переходим в BPN. И здесь, смотрите, у нас уже есть такая вещь, как Event Any Damage. То есть когда персонаж получает какой-либо урон, да, враг точнее наш. Но, так как у нас здесь, давайте сюда зайдем. У нас есть такая вещь. Кстати говоря, давайте Outputs, где это засунем вот сюда, на всякий случай. Но, смотрите, если мы сейчас пойдем с вами, получается, вот сюда. Смотрите, здесь есть такая вещь, как Apply Point Damage. То есть если здесь вот мы выше то, что мы делали в прошлых видео посмотрим, здесь Apply Damage. То есть абсолютно любая Damage. Но здесь есть, опять же, Apply Point Damage. То есть такой точечный урон. Поэтому, если мы перейдем в BPN, здесь пропишем Event Point Damage. Point Damage, то у нас, соответственно, есть тоже такая функция. Поэтому давайте сделаем таким образом, что когда мы будем попадать в голову, соответственно, просто он будет нам писать, что это Headshot. Давайте, Print String. И прописываем здесь с вами Headshot. Таким образом. Все, давайте компилируем, сохраняем, переходим теперь. Запускаем игру. И давайте я сейчас просто сделаю несколько выстрелов. Просто ему, условно говоря, по телу, да, чтобы он не сразу у нас умер. Давайте сюда. Вот, видим, да, то, что нужно произвести несколько выстрелов. Давайте теперь сделаем Headshot. Давайте запускаем. И вот мы видим, да, буквально один выстрел. И у нас появляется надпись вверху, что это Headshot. Давайте еще раз. Все, вот таким вот образом это работает. В принципе, на этом у меня все. Единственное, что, опять же, с целью закрепления. Такая вот вам некая домашняя работа. Опять же, она для вас, не для меня, а просто, чтобы закрепить. Смотрите, используя вот эту логику, сделайте такую, как бы, такую механику, что если бы вы стреляли персонажу, допустим, в ногу, то у него отнималось бы, допустим, ну, я не знаю, там, 5% здоровья или 10%. Ну, то есть, выберите там руку, я не знаю, что угодно, и в зависимости от того, куда вы попали, делайте соответствующий урон, да. Поэтому вот можете вот это вот сделать, чтобы это все дело закрепить. Ну, а на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, вступайте в закрытый телеграм-чат. Ну, увидимся с вами в следующих видео и до новых встреч.